На стрельбище взял два нарезных оружия, один вот этот карбин САЙГА-762х39, который стреляет такими патрончиками, и МР-1. Это гражданский аналог СВЧ снайперской винтовки Чукавина, который стреляет калибром 7.62х54. Такие патроны. Для сравнения, 7.62х39 и 7.62х54. Чуть-чуть побольше, раза в полтора. Патрончиков калибра 180 штук, это 7.62х54 и 7.62х39, взял дешевые бишкекские патроны, тут их получается 200 штук. Ну и плюс ко всему, не заблудирование, активные наушники, которые понадобятся, скажем так, незаменимые, из оборудования навесного, из оптики. Здесь китайская оптика UTG, переменной кратности, 12-кратная. Здесь оптика Vortex, тоже переменной кратности, 24-кратная. Поедем постреляем, получим удовольствие, ну и в какой-то мере расслабимся. Ну сегодня просто соревнования, понимаешь? То есть заезжайте с той стороны ворота. На машине можно проехать на эту парковку, но сегодня сюда не пускают из-за соревнований. Там стендовая стрельба идет, видимо, с пистолета, складка ствола. Вот сама галерея на 300 метров. То есть дистанция ближайшая, по-моему, 50 метров. Далее 100. Вот это 100 метров. Вот это 200 метров. И вот самая дальняя дистанция 300 метров. Примерно так это все выглядит. Мы заняли первый, второй, третий столик. Всего столов здесь, по-моему, 10. Да, 10 столов. Все не оборудованы бетонным столом. Дополнительно каждому столу. Поворотный стульчик. Ну, либо табуретка. Вот опять дистанции. Без оптики на 300 метров уже ничего не видно. По крайней мере, мне. Идем устанавливать мишени. Распечатали на А4. Плюс имеется одна мишень 50 на 50. Ее, кстати, уже установили. Сейчас покажу поближе. Расшатали гонг 100 метров. Это 330 метров. Олень. Гонг на 300 метров. Мишени на 300. Просто вон, сама галерея. Оттуда стреляем. Затвор просто назад. Ага, и он уже загонит патрон-патронник. Назад. Ага, отпускай. На 100 гонку ронили опять. На 300. Да, ну попал что ли? Опять попал? Нет, вниз ушел. Вниз ушел, да. Давай, на 100 гонку ронили. На 100 гонку рон, это выстоите. Так. Это не заклеено. Аккуратично, аккуратненько. Роди. Рекомендую чуть правее брать ветер, потому что боковой пули уносит чуть-чуть правее. На 200 гонку ронил Костя. За что ему спасибо? А? А я на 100. Ты на 100. Вы оба молодцы. Давайте еще на 300. А кто на 200 стреляет? Там же гонка нет. Ты видишь? Это они. Я смотрю, на 200 бьют, а гонка нет. Все, патроны закончились. Я смотрю, на 100 гонку ронил Костя. Я смотрю, на 100 гонку ронил Костя. пока перерыв люди устанавливают свои мишени кто-то смотрит текущий результат три стола наши первые три стола чизит к мр 72 на 54 вот это 243 калибр и сайга 762 на 39 тем временем кипяток у нас закончился делаем новый потому что чай это хорошо кстати в очередной раз помогает газовая горелка с переходниками набор полевой посуды очень удобная вещь это наш столик очередной раз идем смотреть мишене заклеенные да нормально здесь у нас вот в эту кстати так и не стреляли я даже и забыл про нее вторая интересная синие 100 метровые мишени идем на 200 все что осталось от гонга ты решил соседские мишеньки пострелять подходим к мишеням на 300 метров гонку крепили чтоб как маятник не качался да мусора здесь после бумажек нормально да мусора здесь после бумажек нормально и и и и На этой территории будет проходить награждение победителей, огласка результатов конкурса и соревнований по стрельбе. Вот он выход. Сегодня из-за соревнований, кроме инструкторов, никого не пустили на машине на территорию стрельбища. Мы идем к своей машине. Классно отстрелялись, примерно так провели день. После сегодняшних пострелушек вот такие вот последствия или по-другому издержки производства ждут каждого пользователя оружия. То есть чего тупо придется чистить. Как чистить Сайгу 7.62х39, я думаю каждый знает. Еще в школе у каждого НВП было. То есть тут механизмы как у калаша. Все просто, без лишних наворотов, все доступно. А вот на МР-ку, кстати, я здесь оптику не снимал, потому что мы ее пристреляли и она стоит на монорельсе уже с закрепленным кронштейном. Вот может быть она где-то, если и собьется, то ее придется чуть подкорректировать. Но снимать ее нет необходимости. Я сделал частичную разборку. Ударно-спусковый механизм с рукоятью. Отсоединил затвор, затворная рама, боевая пружина. А все, что дальше касаемо газовой камеры, честно говоря, я пока не знаю как отсоединять для чистки. Вкратце, сегодня день выдался насыщенный. Выехали в девять утра для того, чтобы быть в десять часов в поселке Ай-Тей. Стрельбище полигона Ай-Тей работает с десяти утра. Стоимость входа с одного человека на галерею для стрельбы снарезного оружия на 300 метров стоит 7000 тенге. Примерно на каждого человека ушло по 100 патронов. То есть, грубо говоря, 50 патронов на 762 на 54, которые стоят на данный момент 340 тенге. И примерно на каждого человека по 50 патронов 762 на 39. То есть, на калаш, на сайгу, которые в данный момент стоят где-то 240 тенге. Но так как я взял дешевые патроны бишкекские еще в недалеком прошлом, вышли они мне еще дешевле. Как чистить газовую камеру я все-таки нашел. Для этого необходимо было открутить этот механизм регулировки подачи пороховых газов. Путем нажатия на эту пимпочку он откручивается и далее выпадает этот поршень. В принципе, чиститься она будет легко. Все. Всем пока. Спасибо за внимание.